Недетские страсти кипели и на одной из футбольных площадок Чебоксар. Там состоялся товарищеский матч между командами двух столичных детских садов. За игрой наблюдала и наша съемочная группа. На этой спортивной площадке проходит свой детский мундиаль. Болельщики, тренеры, судьи и игроки. Все предположено в большом футболе. Команде напротив, фискульт, привет! Команде напротив, фискульт, привет! На поле команды 73-го и 78-го детских садов. Полянка и Колосок. С первых минут встречи на поле завязалась недетская борьба. Открыл счет команда Полянка, но Колосок отыгрался через пару минут. Игрок полосатых успешно реализовал пенальти. Два тайма по 10 минут, небольшое игровое время и множество опасных моментов. Команда Колосок дважды наказала противника за опасную игру в площади ворот. В этой игре сильнее оказались воспитанники 78-го детского сада. Мы сегодня играли в футбол. Очень сильно тренировались. На последних минутах мяча я вышел и хотел помочь своей команде. Я очень люблю футбол и хочу стать как миссия. Чтобы играть как футболисты с мировым именем, нужно постоянно тренироваться. В 78-м детском саду с детьми занимается профессиональный футбольный тренер. Где-то в среднем 30-40 минут этого достаточно. Вначале проводим разминку, учимся бить правильно мяч. Потом тактически тоже мы немножко расставляем игроков. И потом, естественно, играем в футбол. Сегодня даже показали, что могли выиграть более взрослые команды, которые были на голову выше них. За счет того, что они были более раскрепощены, не боялись соперника, шли до конца и за счет этого, за счет воли, как раз и победили. Какой ценой достается победа и какой опыт можно извлечь из поражения, ребята уже знают. На футбольном поле команды разных детских садов встречаются регулярно. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.